Трехметровых противотанковых ежей активно изготавливают по всей Полтавской области. Вес одного такого тетропода 7 тонн. Ни машина, ни танк с места его не сдвинет. Вы сами видите, как он называется. Пусть враги наши со страхом смотрят на все это. Мне обещают прислать с границы Сумской области фотографию, где уже один такой вырез. Мне обещают прислать с границы Сумской области фотографию, где уже одно такое изделие прошло испытание. В него стреляли из танка. Он устоял, несмотря на то, что верхняя часть разрушена. Но само изделие выстояло. Противотанковый еж занимает две полосы дороги. Он очень эффективен на блокпостах полтовчанки. Их украсили орнаментами и надписями «Слава Украине!». В запасе есть меньшие, но такие же эффективные конструкции. Эти ежи очень интересны тем, что как ты их не бросай, они все равно станут рабочими. Они пробивают колеса в любом случае, как бы их не раскидали. Ребята сами придумали. Очень просто и эффективно. Такие ежи сделаны по форме хвоста ласточки. Изготовляют их и на других предприятиях. Самый популярный из метровых рельс и труб. Вес одного такого ежа до 300 килограмм. Было такое требование, чтобы они были сверхкрепкими. Для этого мы усиливали косынками из этого же швеллера номер 20, чтобы никакой российский танк не проехал по нашей дороге. Уже на второй день войны полтавские предприятия откликнулись на просьбу помочь армии как финансово, так и рабочей силой. Это такая конструкция, на которую танк наезжает и не может с нее слезть. Не может ехать ни вперед, ни назад. В то время, пока соседние регионы держат оборону и не подпускают оккупантов в центр страны, Полтавская область старается максимально укрепить регион и сделать его безопасным для беженцев, которые приезжают из горячих точек Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Анастасия Лисовая, Борис Павленко. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.